Приветствую вас! Вы знаете, чтобы определить причину, чтобы перестать получать мысли, как вы говорите, тревожные, о еде, нужно для начала качественно рассмотреть вашу позицию субъективную по данному вопросу. То есть, как вы воспринимаете свои мысли, считаете ли вы себя хозяйкой своих мыслей? Значит, как вы позиционируете себя по отношению к мыслям, своим мыслям? Вот. То есть, грубо говоря, это некая такая первичная обработка того, что вы, ну вот, чувствуете, думаете, хотите, переживаете, понимаете и так далее. Потому что сама фраза, да, о том, что я получаю какие-то, ну, мысли, сама фраза о том, что я получаю, она, эта фраза, ну, скажем так, звучит довольно жертвенно. То есть, она звучит так, как будто вы жертвы в этой истории, в этой ситуации. И мне думается, мне представляется, что жертвенность здесь – это снятие с себя ответственности. То есть, вот, я, значит, грубо говоря, значит, ни на что не влияю. Я, грубо говоря, грубо говоря, значит, ни на что не отвечаю. Вот. И всё, собственно. Со мной может таким, таким образом происходить всё, что угодно. Тогда как? Тогда как все мысли, которые возникают, в том числе у вас, это мысли, которые вам для чего-то нужны, зачем-то нужны, для чего-то нужны, для чего-то необходимы и так далее. То есть, это очень важный аспект взаимоотношений вас с самой собой. Это первый. То есть, насколько вы анализируете свои чувства, насколько вы отдаёте себе отсчёт в том, что стоит за этими мыслями у вас. Да? Ведь, ну, совершенно понятно, что за этими мыслями что-то стоит. Совершенно понятно, что эти мысли вызывают что-то. Да, совершенно понятно, что есть, так сказать, определённые точки входа. Ну, это, так называемые скрипты, когда человек по факту проживает то, что он просил когда-то заново. Вот. И всё это, всё это, всё это имеет место быть у вас. Вот. Можете себе представить. Ну, эту историю. Дальше. Вы говорите о том, что, значит, вы себя ограничивали в еде. Да? Вот. То есть, имеется в виду, вы себе что-то запрещали. Ну, вот. Говорили. 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 Что, например, я должна, да, допустим. Вот. Я должна, ну, это я должна не есть, вот. Другое я знаю, что должна не есть, да. Это должна, не могу, а должна. То есть, вы не позиционировали свой, ну вот, свою такую позицию, своё решение именно могу. Вы позиционировали должна, значит, должна кому-то. Значит, это не совсем ваше, так сказать, решение. То есть, да, вам не нравится что-то, например, там, в своём весе, допустим. Вам не нравится что-то там в своей фигуре, допустим. Это нормально. Это нормально. Само по себе. Но, когда вы позиционируете это, как должна, это уже не совсем нормально. Потому что, как я уже сказал, да, значит, это подавлю. И, да, свои цели вы достигли, ну, то есть, цель вот, которая у вас была изначально, да, да, вот, свои цели вы достигли. Всё здорово, всё прекрасно. Ну, то есть, я считаю, это здорово, что вы достигли своей цели. Вот, но, но, запрет, он остался, который был у вас. И после того, как вы добились цели, те слова, мысли, которые у вас возникали, которые помогали вам, теперь только вредят. Потому что истинных целей, настоящих целей, этим вот мыслям, вы не знаете. Настоящие цели, ну, вот, вот этих вот, ваших мыслей, которые возникли, вы не понимаете. А в них вы не отдаёте отсчёта себе. И именно поэтому, именно поэтому у вас и, собственно, ну, вот, трудности такие с тем, чтобы, ну, быть свободным. Вот. Понимаете? Какая история. И это, это, по-настоящему важный момент, по-настоящему важный момент. Потому что он напрямую влияет на то, насколько вы свободны в, ну, своих решениях. Насколько вы свободны в своих позициях. Это нужно обязательно учитывать. Да? Вот. Ну и, конечно, очень здорово было бы, если, если бы вы, значит, ну, грубо говоря, да, если бы вы, как следует, промыслили над тем, для чего вы были. Если бы вы хотели, значит, ну, подбросить вес, похудеть. Да? Зачем? Была ли это цель только ваша? Была ли это лично ваша цель? Или было, было что-то еще, ну, помимо вот этой цели. Понимаете? То есть, мне кажется, что подобные вещи необходимо учитывать. Вот. Мне кажется, что подобные аспекты нужно, значит, ну, иметь в виду. Обязательно. Потому что иначе, иначе вы так себе и не будете отдавать отсчета в том, что происходит с вами. У вас, с вами, да? Вот. Дальше. Вот вы говорите, зациклилось на нем, значит, на питании. Почему зациклились? Потому что вы реализуете не свою потребность, например, в том, чтобы выглядеть хорошо, чтобы иметь адекватный вес, хорошую фигуру и так далее. А вы зациклились на нем, потому что вы с помощью питания достигаете какие-то другие цели свои. Ну, я не знаю, какие. Я не знаю, какие. Какие-то желания. Базовые желания по маслу, по требности по маслу. Можете это посмотреть в интернете, например. Вот. Какие бывают потребности по маслу. Базовые. И, соответственно, вот, подумайте честно, себе предпринимайтесь. В том, что это за потребность. Далее. Нарушение пищевого поведения. Это всегда. Недостаток любви. Одно. Оральное поведение. Потому что через рот поступает еда. Это оральное поведение. Это всегда потребность в любви определенная. Значит, нарушение пищевого поведения. Это всегда, ну, в некотором смысле, болезненная потребность во внимании. О, то есть, в безопасности, простите. В безопасности. То есть, я не чувствую себя в безопасности, поэтому я ем, чтобы за счет массы своего тела чувствовать себя, ну, хотя бы в относительном комфорте. Да? Скажем так. Скажем так. Скажем так. Вот. Скажем так. 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 Если я буду худеть, ну, продолжать, продолжать худеть, вот, то, соответственно, я буду чувствовать себя голой. Я буду чувствовать себя незащищённой. Вот. И это, ну, собственно, это вот то, что снова и снова симулирует вас к тому, чтобы продолжать, ну, чтобы ходить и... То есть, понимаете, какая история-то? История в том, чтобы понять, как изначально вы пришли к идее, да, идее, о том, чтобы, ну, худеть. То есть, чем вас не устроил ваш, ну, чем вас не устроил ваш внешний вид, вес, там, и так далее. Насколько это было вашим решением, грубо говоря. Понимаете, да? О чём идёт проще? Вот. Это важно. Это важный, очень важный момент. Который, который, ну, необходимо исследовать. Потому что одно дело, если и когда вы, может, действуете сами, ну, просто сами. Вот. И другое дело, когда вы действуете по, ну, грубо говоря, на водке. Вот. То есть, не сам, не самостоятельно. Вот. Знаете, какая история. За этим кроются совсем другие мотивы, совсем другие желания, совсем другие потребности. За этим кроется совсем другая, вообще, история. Вот. Значит, так, ага, так вы, вы спрашиваете. Как перестать? Перестать, это что означает? Ну, на вашем языке это что означает? На вашем языке перестать, скорее всего, означает запретить, подавить себе. Да? То есть, чтобы, ну, чтобы этих эмоций не было. Вообще не было. Например. У меня. Так вы хотите, чтобы было. Вот. Значит. Подавление эмоций. Это прямой путь. В деструктив. Это прямой путь. В еще большее состояние неудовлетворенности. И, как следствие, повышение мыслей о еде. то есть замкнутый круг. Получается. И самое, что важно в этой истории, это то, что у этого есть выгода. То есть для вас в этом есть выгода. Определенно. Для тех, кто эту идею вам вложил, внушил, тоже есть определенная выгода. И так далее. Поэтому данный аспект, данный аспект, я предлагаю вам также рассмотреть. И вот после этого, после вот этого, можно уже говорить о том, что ваши мысли, да, ваши мысли, они не исчернут. Они трансформируются. Они станут другими. Вы будете лучше себя понимать. Сможете скорректировать, что важно. И, соответственно, исходя из этого, уже, значит, ну, что-то делал. Что-то делал. Вот. Я надеюсь, понятно донес вам свою мысль. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok